приветствую вас друзья мои попытка номер пять отключается свет я только начну съемку и выключается свет тут еще дело не только в отключениях света но и в том что очень скачет напряжение у меня стоит бесперебойник когда напряжение выходит за параметры установленного то отключается в доме света поэтому я никак не могла начать эту съемку имея тут сидела сидела на стреме и все думать но у вас в баню пошла я грызть косточку свою поэтому мы будем с вами сами тратить сюда со своей косточкой зачем нам косточка нам в кадре не надо косточка ты идешь на руки и лишу все бросила она сделала свой выбор мне здесь несколько маленьких посылочки я их долго не хотелось снимать вообще не хочется снимать и настроение какое-то такое осеннее осеннее депрессивная военная в общем настроение поэтому я быстренько сейчас вам постараюсь максимально пытаюсь рассказать возможно здесь ничего такого интересного нет это все тот же подсластитель который сахарозаменитель натуральные из тростника полностью натуральный без калорийный я его заказала уже большую пачку в начале я была заказывала две маленьких очень мне понравился потому что он идет как сахар один к одному и даже выпечка с ним то есть я по-моему я не пробовала с ним белки взбивать еще но яйца взбивала все отлично то есть выпечку чтобы снизить калорийность выпечки замечательно и в какой-то день была на него скидка 50 процентов и поэтому я быстренько его закинула в корзину что-то еще я туда добавила не помню что по моему вот это ситечко вот это из пробников он у меня таких я себе купила такое по пробной цене потом купила такое же на подарок уже не по пробной и вот опять его в про пробники закинули и мне опять программа дала через два года его опять купить по пробной цене но они его сняли из продажи поэтому вот такая у меня посылка вышла но за счет того что здесь 50 процентов скидки я уже плюнула на те 150 гривен за доставку потому что и так очень выгодно и его надолго хватает мне даже те две маленькие пачки одна маленькая пачка закончилась а вторая еще пачка у меня и я пользуюсь что ты меня что ты ждешь что ты ждешь но это показывать особо не буду потому что его нет уже продажу возможно они тогда его снимали на него опять закинуть вдруг если она появится то такое ситечко я очень рекомендую очень удобно и она что-то я не могу открыть думаю пусть будет за доллар знаете пусть будет либо там могу открыть ну короче тут вот так вот открывается и это не ржавейка и вот так вот на чашечку на чайничек очень удобно это я на всякий случай рассказала вдруг она опять появится в продаже то однозначно возьмите очень пищевая нержавейка что тут за попрошу я пришла что-то оживилась тут вся оживилась прям собачка потом еще в одной посылочки я взяла вот этот чай он был по акциям мне давно хотелось попробовать вот эту торговую марку будда уж очень красивая такая упаковка и сами пакетики такие знаете не беленые такие натуральные не выбеленные вот они без всяких металлических этих вот она такой вот ошкоричненький такой пакетик пахнет знаете чем же же мне пахнет ну совсем не ты кушала сегодня много да я говядинку тебе сегодня купила говядинку приготовила и говядинку с рисом в общем и здесь и это органические чаем я написала в отзывами не знаю кто здесь нашел как здесь могли найти насыщенный с насыщенным вкусом и ароматом то есть но насыщенные только ну цвет такой да он такой становится коричнево-красный такой ну не красный даже больше такой коричневатый я картинку вам ставлю на вкус вот он так пахнет больше чем когда заварит на вкус привкус у него еле уловимого какого-то травяниста деревянистого вкуса такое вообще но единственное там и написала в отзывах надеюсь что все таки полезны потому что ну бузина ну уж очень мне хотелось попробовать потом там еще такой есть и с подорожниками с и с малиной мне хотелось и с чагой но выбрала вот эту бузину думаю думала прям будет очень так вкусно но такой слабоватый он такой зато вот от этой торговой марки тоже я никак не ну прекрати пожалуйста ну что это за собачка здесь пришла собачка и не от этой торговой марки не от это я раньше чай и не брала я вот от этой торговой марки я давно хотела какой-то взять я хотела была взять с одуванчиком там жареный корень одуванчика и не жареный вот но и все тоже чай и все органические но потом остановилась вот на этом чайке чтобы вот перед сном я вам его рекомендую кто не покупал может быть кто-то брал от этой торговой марки не ну не брал вот этот чай там два есть ночных один ночной он с солодкой я солодку терпеть не могу в чаях не аж до рвота на прямо вообще поэтому я сейчас тщательно перевели проверяю состав чтобы не было солодки здесь нет солодки здесь ну чай просто восхитительный я получила посылку приехала домой и заварила себе его пол седьмого вечера все я в семь часов я с 7 до пол девятого еле выжила еле дожила мне так хотелось спать вот такое впечатление что он с димедролом я вам клянусь я думаю может быть просто это так наложилось на мое самочувствие так он не расслабил просто я была тогда в тот день так нет я потом попробовала еще разочек выпить и тоже где-то полчаса 40 минут и все вот прям спать хочется и прекрасно засыпается в общем я его буду покупать мне очень понравился этот чай здесь 18 пакетиков вот таких вот и на вкус он тоже потрясающий еще мама на ругалась да мама на ругалась а вообще непонятно за стоны меня накрытили я просто хочу за то давно не снимали я хочу за то вкусное косточку мне забрали сказали не на работу и ничего не давают значит чай органический фирменный с пассифлорой в состав сюда в входят трава органической пассифлоры цветки органической ромашки цветки органической липы трава органической кошачьей мяты шишки органического хмеля листья органической кудрявой мяты, органической лимонной вербены и цедра органического лимона и листья органического веста индийского лемонграсса. То есть, ну, я уже даже когда его вот прочла, состав, я уже понимала, что это будет вкусненько. Все ингредиенты сертифицированы как органические. И этот даже пакетик я заваривала два раза. То есть, ну, я вот раз выпила, потом тут же подналила кипятка. Да, он уже не такой насыщенный, но уже просто выпила как ароматную водичку потом. То есть, это я однозначно рекомендую. Я еще от этой торговой марки там выбрала штук пять чаев. Буду пробовать. А вы напишите, какие выбрали от этой торговой марки. И вот еще что. Вот в такой посылке вместе вот с этим подсластителем я была опять, закинула тогда этот чернослив, который без косточек. То есть, вот в эту акцию, когда была акция 25% на эту торговую марку, получается, я купила две баночки без косточек и одну баночку с косточкой. Знаете, без косточки, ну, я его уже давно беру, я знаю, какой он. А с косточкой я взяла первый раз. И, как я и предполагала, он немножко плотнее. Немножко. Но все равно он такой же нежный, мягкий. В общем, ну, тоже вкусный. То есть, ну, переплачивать получается. Он по одинаковой цене, но вес одинаковый. А косточка забирает этот вес, значит, там меньше ягод. Поэтому не стоит. Я буду дальше продолжать брать без косточек. А потом в суперцене я нашла вот такие вот порошочки с бузиной. Взяла собачке ее вкусняшки, чтобы ей тут не так тоскливо сиделось. Мне кажется, вы все просто, вы все просто про меня забыли все. Называется мед из бузины для иммунитета. 5 пакетиков по 7 граммов, 7,4 грамма. Значит, здесь изготовлено из 150 ягод. Просто смешать с водой. Пакетик вот такой. Я так полагаю, это такое, как самбуку. Тоже вот шипучие. Только это вот в таком. Здесь с медом и яблочным уксусом. Но, читая, единственное, что здесь мне вот понравилось, это количество бузины. Экстракт черной бузины 715 миллиграмм. Это примерно из 150 ягод. Это в одном пакетике. Большое, высокое содержание, потому что даже в самбукуле меньше вот в этих шипучих таблетках. И, ну, сам состав меня останавливал сначала. Но потом я все-таки тут вот... Медовая пудра, которая состоит из тростникового сахара и меда. Вот что. Ну, то почему не из одного только меда. Потом яблочный уксус, лимонная кислота, органическая стерия, экстракт. А вот, помимо бузины. Ну, я почитала отзывы, очень хорошие отзывы. То есть, достаточно вот двух-трех пакетиков и проходит любая простуда. Ввиду того, что он и сейчас по акции, ну, может быть, на момент выхода видео уже не будет он в суперцене. Скидка 59%, но срок годности до 31 декабря 2022. Я думаю, ничего страшного не случится, если он и до марта похоронится, и до апреля. Ничего с ним не случится. Главное, хранить его можно покласть в холодильник. Ну, или в прохладное место. И чтобы влажность была в норме, и температура невысокая. Я думаю, будет храниться нормально. Хотела еще одну взять. Знаете, это можно шпить и не только для лечения, но и для профилактики тоже. Потому что там ничего такого лекарственного, такого сумасшедшего, химического там нет. Вот, потом, сейчас давайте все бады уже вытащу. Здесь все то, что было вот по акции. Прям по акции, по акции, и я все по акции и набрала. В суперцене был витамин В12. Я еще в такой вот форме я не брала. Вернее, не в форме, а вот именно с таким вкусом. От Соларей это манго-персик, по-моему. Да, манго-персик. Таблеточки рассасывающиеся, малюсенькие такие. Тоже скидка была большая. И, по-моему, до сих пор еще скидка. Срок годности до 25-го года, до июля месяца. Вот, поэтому взяла или себе, или сыну. Потом будет, в общем, тоже пусть будет. Я такой любитель, чтобы у меня все было. Также по акции взяла БАКОПУ. Потому что вот сейчас пропью радиолу розовую. Я там допиваю от Торна. Очень мне нравится. Ой, вы знаете, прямо вообще. Очень. Знаете, тоже читала про эту радиолу. Радиолу какая-то разная информация. В одной статье радиола может повышать артериальное давление. Поэтому надо с ней аккуратно. И по отзывам там тоже читала. Кому-то она повышает давление. А в другой статье было наоборот. Что она нормализует артериальное давление. То есть снижает. Не гипотоникам, а гипертоникам показана она. Для снижения артериального давления. Как-то так странно. Но я ее принимаю. И мне она не повышает артериальное давление. Ну там еще дозировка у нее, правда, небольшая. 100 миллиграммов у Торна. Может быть просто сам бренд Торна. Очень хороший. И очень качественные ингредиенты. Поэтому возможно. Но мне вот прямо от нее хорошо. У меня прям как-то и самочувствие, и настроение. Так и мысли вроде бы нормальные. Ну то есть как-то мыслительные процессы быстрее проходят. Так. И вот тоже купила бака. Тоже была скидка. То ли 40, то ли 50 процентов. Поэтому я пропивала была от Гая. И еще от какой-то торговой марки я принимала. Вот. А от Калифорнии не принимала еще. То есть попробую. Ну цена приятная. Поэтому многие препараты от Калифорния Голд Нутришн не подходят. В отличие от НАУ. Но поэтому я и покупаю. Также была пара с продажи. Вот это прям сняли уже с продажи. Пассифору. Обычно я брала пассифору от Соларей. И у меня заканчивается уже вторая баночка от Соларей. Пассифлора. Там 350 миллиграммов на капсулу. А здесь, ну или на дозу, или на капсулу. Наверное на капсулу. В одной капсуле наверное 350. А здесь 250. Ну ничего страшного. Но зато цена была 139 гривен, по-моему, что ли. 60 капсул. Поэтому ее тоже. Она то раз продали, все написали, снято с продаж. Потом время проходит, опять появилось. Видно еще где-то остатки понаходили. Или кто-то отказался от посылки. Знаете, отменил заказ. И я быстренько хоп, отменила свой заказ. Еще мне не оформили его. И добросила вот эту пассифору. И также не смогла не купить ежедневные мультивитамины. Вообще мультивитамины я как-то не принимала. Раньше как-то принимала. Но потом перестала. Все пью по отдельности. А это от Калифорнии была тоже скидка. И тоже 50% или 40% или 50%. И цена тоже хорошая была. Поэтому я решила заказать. Прочитав состав. Состав очень хороший. То есть все витамины и минералы здесь в хороших формах. За исключением, по-моему, только магния. По-моему, здесь только магний в оксиде. Но он тут в небольшой дозировке. Поэтому ничего страшного для организма не будет. Он просто не усвоится так, как надо. Я принимаю магний все равно отдельно. А тем, кому нельзя, допустим, магний принимать, то есть такие люди, оказывается. Я не помню, как называется этот диагноз. Когда... Ну, не буду об этом. Мне просто моя подписчица рассказала свою историю. Поэтому ей магний нельзя. Вот. И вот как раз тогда вот это можно принимать. Потому что он никакого вреда вообще не нанесет. Он здесь в малюсенькой дозировке еще и в оксиде. Вот. Ничего он не расслабит. Там мышцы эти. Вот. Поэтому... А так все остальные мультивитамины... Ой, витамины и минералы все в хороших формах. Вот. Удивительно. И цена была такая приятная. Поэтому я решила взять, думаю, Ну, даже если не я сама буду принимать, то это либо детям, либо кому-то презентую. В общем, ну, пригодится. И купила себе... Уж не помню. По-моему, была какая-то скидка небольшая на Natural Factors. Купила себе комплекс витаминов группы В. Потому что сейчас отторн я допиваю. И я предпочитаю, чтобы у меня такие препараты всегда были. Потому что я их регулярно принимаю. То есть это не на постоянной основе, но курсами. И... Потому что у меня под В2, В5 есть вот такой же розовенький. Вот. В наличии. А комплекса нет. Поэтому взяла. Очень тоже хороший комплекс. В хорошей форме. Все витамины группы В. Поэтому тоже, кто не принимал еще этот, тоже рекомендую. Или кто и подыскивает себе хороший комплекс витаминов группы В, то тоже вот этот рекомендую. Но я думаю, многие его принимают. Поэтому... Так. И вот еще тут у меня... Это... Экстракт белой фасоли. В общем, как я завидую людям, у которых на нервной почве пропадает аппетит. Вот у меня у сестры двоюродной так. Она не ест ничего. Она худеет. А я не могу. У меня хлеборезка не закрывается. Я уже третий день подряд. Я просто... Я ем, ем, ем. Я все время что-то ем. Я голодная. То есть у меня какой-то третий день. Просто какой-то ад. Вот. Сначала я купила это моей приятельнице. У меня приятельница просила. Говорит, Юля, подбери мне что-нибудь. Вот. У меня очень сильный аппетит. Ну, я думаю, вот. Искала там, там, горцы. Мне, мне, ну, как-то так это не касалось. У меня нормальный аппетит. У меня не слабый. Но я просто нормально ем. Ну, и не усиленный. А это, думаю, блин. Я вот это и заказала. Думаю, так, наверное, надо себе вот это поставить. Ей потом еще закажу. Или там эту баночку поделим пока. Потом еще одну баночку закажу. Ну, потому что, ну, у меня, вот я говорю, третий день я просто не могу наесться. Ну, вот в каком-то я стрессе нахожусь. Вся вот эта ситуация, оно так давит это все. И стараюсь себя как-то не то, чтобы утешить, а как-то, ну, успокоить и не успокоить. Я этим не могу себя успокоить. Ну, как можно успокоить себя тем, что у кого-то хуже? Ты себя не успокаиваешь. Ты, наоборот, мне жаль этих людей, которые... Я просто себе говорю, типа, Юля, что ты ноешь? У тебя хоть крыша над головой есть. У тебя кушать есть, что? У тебя близкие живы. Ну, то есть у тебя еще не так все плохо. Но абсолютно меня не радует и не успокаивает мысль о том, что кому-то хуже. А, блин, больше, чем в половине страны сейчас хуже, чем мне. И от этого и вся вот эта история. Потом тоже начинается, знаете, такое... Ну, я боюсь этой зимы. Вроде бы я боюсь, что будет холодно, потому что отключается свет. У меня на свете завязано все. У меня котел газовый, он все равно от электричества запускается. Мия, что такое? Ты хочешь уйти или что? Ну, я отпущу тебя сейчас. Скукожилось все. Поэтому и вот это без конца ты в какой-то такой тревоге находишься. И поэтому... И этих тоже жалко. Тоже мерзну. Мерзну ты. Вот это вот ее любимая поза. Вот я сижу, когда за столом работаю. Ну, там по своей основной работе что-то делаю за компьютером. Вот она на руки мне сядет и вот так вот присунется. И сильно-сильно головой придавится мне к груди. И сидит. Да? У тебя поцеловалов, но я счастье накрашу. Лобик. А вот. И поэтому... И вот аппетит прорезался. Я просто боюсь, что я за эти... За эту неделю еды я поправлюсь. Вот. Поэтому, наверное, вот это сейчас я ее открою и я попробую. И там я отзывы читала. Я ж, ну, как бы я такого... Таких препаратов никогда не брала и никогда не изучала их. Потому что, ну, мне не надо было, да? А тут, ну, давай же ж вычитывать, выискивать ей. А у моей приятельницы... Ну, она не подруга, но приятельница. У нее, ну... Ну, наверное, больше ста у нее килограмм. Она такая прямо. Вот. И я давай читать же ж про эти отзывы. Искала, искала. И, ну, вот... И чтобы по цене тоже было. Потому что там, ну, денег не так много. Поэтому искала что-то такое, чтобы было и недорого. Вот. И в отзывах прям писали, что очень хорошо работает. И аппетит вообще пропал. И... Ну, попробуем. Вот я попробую. Я вам потом расскажу. Так. Что-то мы долго остановились. Прям так остановились долго. Как будто бы посылка закончилась. Тут же еще есть. Вот эти вот от Ян Орт в... в новинках. Еще якаюсь. Еще ты якаюсь. Еще такую. Еще. И кто-то тебя вспоминает. Вот тебе более ребенок якает. Вот. И мало того, это вот леденцы. Они еще и полезные. Эти с бузиной. А вот эти с антиоксидантами. С витамином С, А и Е. Такие вкусные. Вообще. Вот эти с бузиной. Просто огонь. Такие вкусные. Ну, не полезненько еще так. Ой, оживилась. Не я. Такой он прямо темный. Вот такая вот бузина. Вот. И тут три вкуса. Тут лимон, апельсин и манго. Я сегодня манго слезала. Так. Вот оно на апельсин. Так. Апельсин, манго и лимон. Апельсин, манго и лимон. Вот. И помимо того, что 10% скидка, но я их купила не с 10% скидкой, а с 25%. Потому что на эту торговую марку 25% скидка. И я купила. Ой, какие они вкусные вообще. Вкусно. Вкусно. Она слово знает. Такое вкусно. Значит, это дают. Да, Ния? На, косточку тебе. Так. Последний товар. Уже не бады и не витамины. Это в новинках. Но я по отзывам посмотрела. Эта торговая марка уже была представлена. Они ее потом сняли с продажи. Видно, сделали ребрендинг. И опять вернули. Потому что там отзывы читала. Вообще просто такие великолепные отзывы. И люди так печалились, что жалко, что такая торговая марка. И сняли с продажи. Все очень сильно переживали. Это концентрированный бульон. Там несколько видов. Значит, грибной, куриный, куриный, говяжий, овощной и веганский, куриный. То есть без курицы. Курица без курицы. Ну, как тот такой вот в кубиках есть. Вот. Я взяла грибной. Потому что хочу... Здесь концентрированный. Здесь маленькую ложечку просто на, там, литр воды. Вот. Ну, что-то я думала, будет прямо больше пахнуть грибами. Ничего, ну, не пахнет грибами. Я думаю, сейчас как открою, а тут просто шаленая будет это. Грибное царство. Не. Мне, что-то облили все так. Ну, так. Что-то... Ну, там я по-узам читала. Боже, добавили. Прям так это. Мне надо, знаете, на что? Я хочу сделать баглажаны грибочками. Мама у меня так делала. Я там ее... В ее книжке рецепт этот нашла. И хочу приготовить. То есть вот... Прямо точно, как грибы. Так она-то там ложила, была кубики. Помните, Галина Бланка? Грибные были. Вот мама вот эти кубики туда вглала. А я хочу попробовать. То есть такая какая-то серая такая жижица. Ну, я не сказала бы, что это сильно прям грибами пахнет. Соленая. Ну, да. Нам говорили, что он такой соленый. Ну, да. В конце грибной припус такой есть. Ну, и потом, когда мои бульоны закончатся в кубиках, я и куриный возьму такой. Но мне было надо срочно вот это грибной. Потому что пока еще баклажаны можно купить. тонн. Все. Вот такие вот три посылочки. Две такие вообще малюсенькие. И третья такая. Что пахнет, да, Мия? Ой, пахнет. Ну, что ты такое тоже ела, да, Мия? А что б ты не ела, только вот скажи, пожалуйста, что за собачка такая всеядная? Все. Будем прощаться с вами. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте, пожалуйста, лайки, если не жалко. Напишите комментарий, что вы брали из этой посылки, что я брала и что вы брали уже. Вот. И спасибо большое, что пользуетесь нашим промокодом. Господи, все уже. Побежала уже. Все, она тут же. Косточка ее рядышком лежит. Не, не надо ей. А, не, взяла. Все, ну иди. Все, спасибо большое, что пользуетесь промокодом. Мне правда очень приятно. Я не знаю, как теперь будет, как... Ну, я вам уже говорила, теперь на видео будут не часто выходить влоги у меня снимать что-то. Я, вы знаете, влоги наснимала, я даже один сняла, смонтировала, выложила уже его в отсложенный старт на канал и удалила. Мне что-то перестало все нравится. Мне вообще кажется, оно знает, как он и на часе. Но не ко времени все это. Ну, какое-то все... Мне кажется, что оно какое-то не к месту. Что оно какое-то все... Поэтому... Единственное, что только жалко было, это от трудов, да, я там сколько снимала, сколько монтировала, музыку там как-то накладывала. Но само видео... А не жалко только то, что я хоть чем-то была занята. Но влоги сейчас пока снимать у меня вообще настроения нет. Пока... Ну, вот распаковки буду, может, там пустые баночки. Вот. Но на влоге пока у меня что-то нету сил. Вот. Да и особо каких-то таких событий никаких не происходит. Каких-то. Чтобы можно было что-то снять. Ничего такого не делаю. А вот в основном ничего не делаю. Вот. Когда нет работы, то просто бесполезно лежу. И все. То есть вообще нет сил ни на что. Еще вот эти отключения света они выбивают из колеи. И оно становится холодно в доме. Но надеваешь все на себя одежки и под одеялом лежишь с этими зверушками своими греши. Вот. В общем, вот такие вот пока дела. Но это я не плачусь и не жалуюсь. Не надо меня утешать. Это просто делюсь тем, почему не будет влогов наверное пока. Вот. И она снята у меня там какие-то есть кадры на телефоне. Я так снимала для влога. Очень много она снимала листвы, цветов осенних. И там какие-то кадры еще есть. но наверное просто удалю потому что ну цветы не буду а то все удалю потому что ну пока влоги что-то не у меня. Неманатхнэння. Вот. Все. Берегите себя. Будьте здоровы. И до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин